Утро на Балткоме. Добрый день еще раз, или доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сейчас поговорим, естественно, о процессе вакцинации, о том актуальном, что ждет приоритетная группа, по крайней мере. Вот на этой неделе, может быть, чуть-чуть вспомним, что было на прошлой неделе, справедливости, ради замен, что действительно темп вакцинации растет, это может не радовать, будем надеяться, что он будет все время расти. И что ждать на этой неделе, тем более, что и министр здоровья, господин Павлец, обморвался, что на майские праздники, они вот-вот уже, будет тоже возможность побывать, так можно сказать, в живой очереди и с помощью ее получить вакцину. Наталья Васильева у нас на прямой связи, ассистент, правильно, как должен, чтобы мы по коммуникации, правильно? Да, ассистент по коммуникации в бюро по вакцинации. Ну, теперь это уже, по-моему, не бюро, да, чуть переименовалось, это, наверное, отдел по вакцинации или группа по вакцинации Национальной службы здоровья. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Да. Вот что касается, может быть, того, что на этой неделе будет происходить, будет ли вот эта массовая вакцинация, или в основном будет упор на этой неделе делаться на семейных врачей, что новенького в этой области? Ну, по поводу открытия центров на майские выходные, это еще все в процессе обсуждения. Да. Все, опять-таки, все готовы открыть, готовы работать, а все зависит от поставок, с которыми, скажем так, если с производителем модерна и файзер все достаточно стабильно, то вот с производителем астрозенка всегда под вопросом, в общем-то, ожидается и на этой неделе большая поставка от астрозенка, но она еще, опять-таки, под вопросом. Значит, что нового? Ну, во-первых, я рада, что вы заметили успехи. Я хотела, может быть, подвести итог прошлой недели. По последним данным, 43 810 человек было на прошлой неделе провакцинировано. Это рекорд за целую неделю, и были рекордные дни, когда в один день почти 10 тысяч человек было провакцинировано. Ну, и это не окончательная цифра, поскольку я напомню, что эти данные о том, сколько людей провакцинировано, вносятся в течение нескольких дней, и я думаю, что рекорд, что это будет больше 44 тысяч человек на прошлой неделе. Что нового на этой неделе? Ну, во-первых, уже начнется активная фаза вакцинации тех людей, которые запросили такую возможность у себя на дому, это или лежачие больные, или люди, у которых есть проблемы с передвижением, и будут с ними, значит, на прошлой неделе уже связались те учреждения, которые, скажем так, должны обеспечить эту вакцинацию. Большинство из них будут вакцинироваться вакцины от Джонсон и Джонсон-производителей, которые одноразовая вакцина, то есть это очень удобно для вакцинаторов и для всех остальных людей, когда к ним нужно будет приезжать не два раза, чтобы сделать еще вторую передвижку, а достаточно приехать только один раз. И кроме непосредственно вот этих людей, которые сами не могут по каким-то причинам явиться медицинским учреждением, будут вакцинировать и по желанию, и людей, которые за ними ухаживают. И если мы говорим о том, что где-то 1600 человек в Латвии попросили о такой возможности, то общее количество вакцинированных при выезде к этим людям на дому будет практически два, а то и в три раза больше, поскольку как минимум один или даже два члена в семье еще хотят воспользоваться этой возможностью и заодно провакцинироваться. Вот такая новинка, это одно. И второе, на этой неделе ожидается очередная большая поставка вакцин Pfizer, которые будут теперь развозиться и семейным врачам. Значит, если ранее вакцину производителя Pfizer, значит, скажем так, использовали в основном в крупных медицинских учреждениях, в больницах, где есть соответствующие холодильники для хранения этой вакцины, напомню, что она должна храниться для долгого хранения при минус 70 градусах. 71, да? Да. То сейчас принято решение о том, что, в общем-то, не все семейные врачи, около 40 врачей семейных, на этой неделе получат эту вакцину. Тут не надо, несмотря на то, что у них не будет на месте холодильников, которые могут держать эту вакцину при минус 70 градусах, согласно, скажем, инструкции производителя, вакцину можно разморозить до плюс-двух плюс и содержать ее в течение 120 часов при температуре 120, при температуре плюс 2, плюс 8 градусов, то есть в обычном холодильнике медицинском сертифицированном, который есть у семейных врачей, которые проводят вакцинацию. То есть, значит, логистика будет следующей. Вакцина размораживается, да, она содержится все равно при нужной температуре, поэтому, ну, наверняка, это будут семейные врачи, которые, опять-таки, где-то в Риге или где-то относительно близко от медицинских центров. Возможно, это будет не в Кулбан и не в Далда, семейный врач, который получит вакцину Pfizer, и он будет знать, что он четко вот в этот день получит вакцину, и у него есть 120 часов для того, чтобы использовать эту вакцину, чтобы она не пропала, что он должен подготовиться, обзвонить своих пациентов, которые записались к нему как к семейному врачу на вакцинацию, и, скажем, использовать эту вакцину, и это вот начнется уже на этой неделе. Да, будет ли вот эти семейные врачи обзванивать и вот сейчас новую категорию, чтобы людям было понятно, вот это пятая сейчас приоритетная группа, вот до нее дошла очередь, или все-таки в основном семейные врачи будут, ну, допрививать, есть такое слово здесь употребимо, предыдущие вот эти категории, потому что, ну, даже не все и пожилые люди по разным причинам пришли. Но у каждого семейного врача своя ситуация. Да, да, да. А кто-то, может быть, провакцинировал всех, кто у него желал из категории 60+, а у кого-то еще таких есть. И мы очень просим семейных врачей все-таки в первую очередь, ну, скажем так, вот эти самые первые группы приоритетные, это 70+, да, люди есть, которые еще, ну, по каким-то причинам так и не дождались звонка от своего семейного врача, мы, конечно, в первую очередь просим позвонить и напомнить о том, что теперь вакцины разнообразия, скажем так, появилось, может быть, кто-то, опять-таки, может быть, им звонили, но они отказались по той причине, что их не устраивал производитель вакцины, который был там месяц назад у этого семейного врача. Мы просим еще раз обзвонить, особенно вот людей, которых, может быть, сложнее зайти на сайт Manovaccine.lb и воспользоваться сейчас новой возможностью дождаться открытых слотов и выбрать место и время вакцинации, да, эту тему вот людям, которые 70+, 60+, да. То есть тут можно теперь вариантов несколько тебе, и семейный врач может сам перезвонить и напомнить о том, что есть такая возможность, и предложить конкретное время, и вы сами можете теперь на сайте Manovaccine.lb, если вы относитесь к приоритетным группам, опять-таки, если вы относитесь к таким группам, как педагоги Министерства образования подалось в списке, они уже валидированы в этот сайт, и если вы относитесь к этой группе, то для вас открываются возможности выбрать уже слот и удобное для вас место и время вакцинации. Напомню, мы беседуем с Натальей Васильевой, представителем бюро по вакцинации, об актуальных вопросах. Наталья, вы упомянули несколько раз платформу Manovaccine, а расскажите поподробнее, что это за новая такая платформа Vivat, зачем она понадобилась? Ну, если вы помните, если вы пробовали, я надеюсь, заявиться на вакцинацию Manovaccine.lb несколько месяцев назад, когда только был открыт официальный... В первые минуты работы, поверьте, в первые минуты. Да, то там была возможность просто, скажем, заявить свое желание, и все, и дезинфицировать себя через какие-либо там, или из интернет-банка, или через е-подпись, и вы тем самым только, скажем так, зафиксировали факт подачи заявки. Сейчас, если вы относитесь к приоритетной группе, к одной из многочисленных, и на этой неделе, наверное, будет больше открытых приоритетных групп, то теперь, зайдя на сайт Manovaccine.lb, вы сможете выбрать место и время вакцинации. Даже если вы рижанин, если вам удобно в какой-то день съездить GalvaPills, и вы можете выбрать место и там, совместить приятное с полезным путешествием, разведиться и сделать вакцину. То есть здесь вас никто не ограничивает, скажем так, в выборе места вакцинации. Это раз новое, и... Ну вот это и есть вот эта система VIVAT, которая теперь, скажем так, совместила эти две возможности. Опять-таки, там очень много возможностей для, скажем так, вакцинаторов, которые, опять-таки, в зависимости от того, видя свои, скажем так, мощности, количество вакцин, дни, когда они готовы принимать пациентов, сами открывают свои календари. Там, скажем так, появилась определенная отчетность по вакцинам. Мы будем надеяться, что эти данные, которые поступают о вакцинации, теперь не будет с пятидневной задержкой, что это будет немножко быстрее. Ну, пока еще такой переходный период, скажем так. Потому что календари вакцинации еще открыты далеко не во всех местах, только, скажем так, в крупных центрах, в крупных городах. Еще не открыты у нас центры, скажем, уровня С, как мы говорили, да, что есть два крупных центра уровня А, есть в крупных городах центры уровня Б, и еще предстоит открытие, когда вакцин будет достаточно и центров уровня С, и тогда будут рваться больше календарей, будет больше возможностей. Мы знаем, что изначально, когда только составлялся план этой вакцинации, говорили о том, что наряду, понятно, с семейными врачами, вот с этими крупными центрами, которые в Риге мы знаем, как АТ или выставочный зал на Кипселе, еще и частные медицинские центры, которые у нас немало, с большими, кстати, ездить площадями, тоже как-то будут задействованы. Есть ли там вакцины? Ведь там тоже у них, правда, семейные врачи только арендуют помещение, но тем не менее. Так они задействованы, есть, скажем так, вакцинируют, есть отдельные кабинеты вакцинации в поликлиниках, в некоторых поликлиниках, лично в моей, они всегда такие были, я другие прививки ходила делать, в отдельный кабинет вакцинации. Но все эти частные центры, если мы говорим, да, силы без центров, Чайтеры, мы знаем, да, в Риге. К примеру, да. Это все те медицинские учреждения, которые обеспечивают вакцинацию в крупных центрах. А кто, вы думаете, вакцинирует в АТ-центры и Кипселе? Это они и есть. Это они и есть. Ну да, они же поставляют эти бригады для вакцинации. Да. И, то есть, будни, скажем так, они вакцинируют у себя на месте в своих помещениях, а для удобства и для обеспечения более массовой вакцинации, для того, чтобы людям, скажем так, удобнее было приходить, и можно было одновременно посадить 10-12 бригад вакцинаторов, они это продолжают делать в выходные дни вот в этих крупных центрах. Ясно. Что касается, наверное, таких вот, не знаю, пропаганды и агитаций, если так можно сказать, мы видим, что информационная кампания продолжается. Планируются ли какие-то там новые акценты, новые нюансы? Что тут можно сказать? Потому что, ну, мы знаем, что особенно в отдельных регионах по-прежнему вот явка, ну, такое слово можно употребить, не очень высокая, даже тем, для кого открыта вот эта вот возможность вакцинации. Ну, да, я понимаю, что мы все имеем в виду Латгарский регион. Я могу сказать, что там не только явка низкая, там изначально заявка низкая. То есть, вот, когда в эти выходные распределялись количество вакцин, о том, сколько будет там в Цессисе или в Далгопилсе, ну, в Далгопилсе пришлось отправить меньше акций, потому что количество тех, кто заявился и готов, было, ну, не знаю, там в 2-3 раза меньше, чем в том же Цессисе, да, пока реально стыковая. Поэтому, конечно, работа у нас еще не початый край для того, чтобы... И тут для нас иногда доходит информация от ваших коллег, что иногда и семейные врачи сами не очень... Ну, не то, что уговаривают, иногда отговаривают по каким-то нам непонятным причинам от вакцинации определенные категории, значит, жителей. И так что здесь еще работа очень большая. Что касается, может быть, нашумевшей газеты, или как теперь правильно его называть, интернационный бюллетень, тут еще окончательно решение не принято. О том, когда она выйдет и в каком формате, и насколько она будет массовой. Еще, может быть, такой момент весьма важный. Ну, мы все знаем, что вот трудовые коллективы, хотя это такая фраза ушла в прошлое, но есть у нас по-прежнему фильмы... Почему уже? Нет, я почему говорю. Есть большие, да, вот, ну, не знаю, там, кто сейчас считает большими, наверное, уже два человек плюс уже большой коллектив. Вот в начале вот это, опять-таки, кампания вакцинации, был такой план, что возможно, что если будут заявки уже от приоритетных групп, ну, не знаю, оперативной службы, чтобы каждому в одиночке не ехать в эти центры, стоять там в очереди, заявляться, может быть, действительно будет такая выездная сессия, где приедут, не знаю, те же, там, не хочу никого рекламировать, выстреливый центр 4, на бусике, и медики провакцинируют прямо людей, не отходя, что называется, от рабочего места. Да, такая возможность предусмотрена. Ну, на данный момент коллектив должен быть не меньше 25 человек, и сам, скажем так, руководство коллектива тогда должно обеспечить помещение, должно обеспечить там соответствующую дезинфекцию, ну, это не так сложно. Ну, это, в принципе, возможно такое организовать, да? Да, возможно, существует. Но, опять-таки, вы знаете, вот вроде есть большой коллектив там оперативных сотрудников или там сотрудников СГД, которые относятся к одной из приоритетных групп. Да, конечно. С одной стороны, они вроде большой коллектив, ну, а с другой стороны, они разбросаны по всей стране, потому что есть не только в центре Брегиум, всем нам известный. Да, Наталайс, да. Да, Уэвпилса и так далее. И там предлагается, пожалуйста, в первую очередь, то есть, опять-таки, эти списки впадают вот тут обновленную систему мановакцины. Если человек хочет в личном порядке пройти эту вакцинацию в удобное для него время, пожалуйста. Если все-таки коллектив в Риге, я могу предположить, что коллектив службы госдоходов в Риге достаточно большой, решит это сделать в один день коллективно, и чтобы к ним приехал на место вакцината, такая возможность тоже есть. И все 50 человек, допустим, привели, да? Тоже есть, да, да, да. И очень ждут еще, пока они относятся к коллективам, ну, к этим, к открытым, приоритетным группам. Например, такие большие коллективы, как коллективы торговых, значит, предприятий, как, ну, допустим, Максим или Рим, да, огромные коллективы, где тоже они готовы всячески организовать для своих работников, кому удобно провакцинироваться, там, не знаю, в компании в одном месте. Да, и мы над этим работаем, и такая возможность предусмотрена, и уже сейчас. Но пока только вот до таких больших коллективов у нас еще не дошло. Я как раз хотел уточнить, возможность предусмотрена, кто ей уже воспользовался, есть ли какие-то примеры таких успеха, прогрессивные коллективы. Ну, будем надеяться, что будет, это все зависит от доставки вакцин, так я понимаю, да? Да, и пока такой ни одной выездной вакцинации коллективу не было, но могу сказать, что мы планируем сделать это в ближайшее время не совсем коллективу, а, скажем так, в какое-то место. Наверное, это будет в Латгаре. Мы хотим, наверное, все-таки таким образом... Да, простимулировать этот регион тоже, да? Простимулировать в Латгарский регион, показать, да. Но там будет скорее работа с самоуправлением, где вот нет какой-то крупной больницы, ну, например, Дагда какая-то, да, приехать в один день, поставить палатку. Есть такие планы за использование палаток национально-гооруженных сил, они тоже задействованы в этом процессе. И вот в один день, значит, предварительно, конечно, подготовиться, потому что, ну, как бы, зная, что вот в этом регионе все-таки есть какие-то там, там, около ста желающих, и заодно еще, может быть, люди знают, что будет такая возможность, поспешат ее воспользоваться, такие будут в два раза больше. И вот такие выездные вакцинации не только коллективам, а вот в какой-то непосредственный регион тоже планируется, и уже в ближайшее время. Да, может быть, такой последний вопрос. Действительно ли можно сейчас еще, ну, подтвердить, что все-таки в мае у нас ожидается, ну, самая такая большая партия вакцин, я сейчас не называю производителей, мы знаем все эти, по крайней мере, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, ну, может быть, и AstraZeneca. Ну, можем говорить о том, что в мае именно можно ожидать самое большое за всю эту вот историю вакцинации, вот, завоз. Да, ну, вот я хочу сказать, что, во-первых, вчера пришла партия вакцин Moderna, 12 тысяч, да, не такая большая, но мы подтверждаем, что она уже есть. Я говорю, что если с Pfizer, с Moderna, поскольку нам говорят специалисты по логистике, все более-менее предсказуемо, всегда большие вопросы по поводу AstraZeneca. Это мы переживем, да. Да, и мы ожидаем на этой неделе, в конце этой недели, большую партию. Так было запланировано, но пока подтверждение, что она вот в таком полном объеме до нас дойдет, пока нет. Вот, да, и поэтому я еще раз говорю, что вот развоз вакцин производителя Pfizer уже по семейным врачам, это говорит о том, что эти поставки будут Pfizer все больше и больше, и будет возможность предоставить вакцины не только в крупных медицинских учреждениях, но и у семейных врачей. Ну что ж, спасибо большое. Вот так у нас время. Или, Саша, ты еще хотел что-то спросить? Нет, 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 время в любом случае уже врача. Спасибо большое. Спасибо Наталье Васильевой, представителю бюро вакцинации. Хорошего дня и до новых встреч в эфире. До успеха и тоже не болейте. Что же, эфир на балкоме продолжается. Следите, когда дойдет ваша очередь на вакцинацию. Что тут можно сказать? Хорошего дня.